Приветствую вас, дорогие мои сударыни, приветствую вас, дорогие мои голубушки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на май 2020 года для знака Стрелец. Так что, девочки, кто рожден под этим знаком, этот расклад будет для вас. Приготовьтесь. Вы, наверное, уже заметили, что я назвала этот прогноз ожидание исхода. Ну вот почему-то мне так именно захотелось. Ощущения у меня такие, что именно май будет особенно насыщен ожиданиями результата. Я имею в виду, конечно, события, связанные с кризисом, события, связанные с коронавирусом. Да. Именно в мае месяце мы будем ждать света в конце тоннеля. Или какого-то результата, объявления, что вот всё, коронавирус на исходе, восстанавливается бизнес, и наша жизнь возвращается в старое русло. Ну, это, скажем так, мои ощущения. Вот. Давайте спросим, что нам на этот счёт скажут карты Таро. Какие события ожидают вас, девочки, в мае, в главных сферах вашей жизни. Это работа, бизнес, финансы, отношения. Узнаем, что уйдёт, что придёт, какой фон месяца будет. И какие будут у вас ожидания, ожидания исхода, конкретно у вас. Вот такой у меня нынче запрос к картам Таро. Посмотрим, какие мы ответы получим. Как я сказала, начнём с ожиданий. Какие лично у вас будут ожидания исхода, именно касающихся вот этих всех нелёгких событий, обстоятельств, которые заставили нас, вернее, которые остановили нашу жизнь, ограничили нашу жизнь. Итак, какие будут ваши ожидания. Какие по факту, как сбудутся ваши ожидания. Сбудутся или нет. Какой опыт вы получите, благодаря вот этим испытаниям. Как мы знаем, именно такие испытания и дают нам самый полезный, самый крепкий опыт. Дальше идём. Фон месяца мая. События в сфере работы бизнеса. У кого, как говорится, что. События в финансовой сфере. События в делах домашних. Как сложатся отношения у тех, у кого есть партнёр. Какие события в личной жизни у свободных стрельчих. Что уйдёт в мае месяце. Что придёт в мае месяце. Так, сейчас мы немножечко тут сдвинем. И последний у нас, последний запрос. Оракул затмения. Спросим у него совета. Совет на май месяц. Какие рекомендации даст нам Оракул затмения. Какой совет нам даст Оракул затмения. Так, очень интересно. Итак, начнём. Начнём с ваших ожиданий. Здесь у нас выпал рыцарь мечей. Да, ожидания ваши связаны, чтобы это скорее всё закончилось. Чтобы государственные органы приняли наконец-то более быстрые, что ли, методы и способы борьбы как с кризисом, так и с коронавирусом. Чтоб разбилась вот эта стена карантина. Чтобы можно было вернуться к прежней жизни. Что по факту? По факту выпало десятка пентаклей. Знаете, обнадёживающая карта, кстати говоря, вполне возможно, что ваши ожидания сбудутся. И действительно появится какой-то результат, исход этих событий. По крайней мере, будет видно, а что будет дальше. Появится надежда наконец-то заняться своими делами, своей жизнью, как это было прежде. Ну что ж, это очень хорошо. Ну, насчёт опыта. Какой вы опыт получите в это кризисное время? Здесь у нас выпала пятёрка чаш. Да, девочки, опыт вы получите. У вас откроются какие-то дополнительные резервы. Может, о которых вы даже и не подозревали, или не думали, что вам потребуется ими воспользоваться. Вот они, ваши резервы. Девушка на втором этаже. Это очень-очень важно, когда человек открывает в себе вот эти дополнительные ресурсы, дополнительные возможности. Вполне возможно, что это какие-то ваши уникальные способности. Может быть, даже талант какой-то наружу выпорхнет. Всё может быть. Всё может быть. Ну что ж, ладушки, идём дальше. Фон месяца. Здесь у нас выпала пятёрка, ой, извините, восьмёрка Пентакли. Фон месяца. Месяц будет насыщен работой. Может, даже для кого-то он будет насыщен новой работой, получением новых знаний, новых навыков. Ну, в данной карте, конечно, речь идёт именно о навыках, о каком-то опыте. Может, кто-то решил сменить профессию и будет обучаться, практически обучаться, стажироваться. Может, по интернету будет изучать эту новую специальность. Или что-то дома у себя мастерить и пробовать. То есть, вот такая будет работа. Что касается сферы бизнеса и работы. Здесь у нас выпал рыцарь Жезлов. Ну, карта, конечно, не говорит о какой-то активной движухе. Нет. Здесь своего рода ожидание, либо какая-то остановка, торможение. Ну, в принципе, это и неудивительно. Учитывая карантинные обстоятельства у кого-то, какие-то ограничения по работе фирмы, в которой вы работаете. И ограничения, связанные с вашим бизнесом, если вы работаете. То есть, вы ожидаете, когда вам можно наконец-то развернуться в старом режиме. То есть, начать что-то делать, что-то действовать. Может, кому-то и предложение придет. Другой вопрос, что в мае месяце вы можете его пока не принять. Может, обдумывать будете. Может быть, это на перспективу предложения. И по бизнесу, кстати, тоже может быть предложение на будущее. Или пока вы его только рассматриваете. Может, это какой-то новый проект, новую нишу вы захотите занять. То есть, идет вот именно такая работа анализа, рассмотрение идеи, скажем так, продумывание этой идеи или этого предложения. Но с места, пока вы не рискуете сдвинуться. Или сами этого не хотите. Либо обстоятельства еще не созрели для рывка. Но, тем не менее, вы уже на коне. Вы готовы. Вы готовы в любой момент поехать на той скорости, которая вам нужна. Может, девочки, вам поступить предложение, кстати говоря, от какого-то мужчины. Да. Или по работе, или по бизнесу. Все-таки у нас в фон месяца выпала карта работы. Карта получения новых навыков, новых знаний. Вполне возможно, что и с этим связано. Да. Что касается денег. Здесь у нас выпала шестерка Пентакли. Ну, она всегда говорит о каком-то сюрпризе. О приятном сюрпризе. Возможно, это выплата какой-то материальной помощи. Может быть, это выплата пособий. Может быть, это выплата зарплаты хорошей. Может, ваш партнер, с которым вы живете, или кто-то из членов семьи, получил финансовый какой-то бонус. Но главное, мы видим радость. Радость. Радость от неожиданного такого подарка. А может, это и действительно в буквальном смысле кто-то получит денежный подарок. Может, вполне. Карта показывает, что вполне возможно, что вы неожиданно даже для себя сможете перекрыть те финансовые обязательства, которые, как говорится, висели у вас на плечах. И казалось, что и нет никакой возможности их погасить. А вот тут раз, и такой случай. И все. И с долгами рассчитались. Красота. Или на что-то понадобились деньги, но вначале казалось, что это нереально. Что-то нужно было, может, купить. Может, для детей что-то купить или за что-то заплатить. Да, казалось, вначале нереально. А по факту получилось вот. Приятные неожиданности. Ну что ж, и хорошо, и слава Богу. Идем дальше. Дела домашние. Здесь у нас туз жезлов. Новости какие-то идут к вам. Большие новости. Стучатся прямо в двери. Ломятся в ваши двери. Тут новости могут быть любые, кстати говоря. И по работе связанные. И по финансам связанные. Я имею в виду работа на дому. Работа семейный бизнес. То есть именно в стенах своего дома, своей квартиры что-то будете мутить. А может кому-то в гости придут постучаться. Не обязательно в физическом плане. Это может быть, кстати говоря, и переписка, и звонок, и все, что хочешь. Слава Богу, сейчас способов связи, и мама не горюй. Но главный посыл это новость. Новость и какие-то неожиданные события, которые вас всколыхнут, дадут вам бодрости, добавят вам энергии на что-то. Так что, девочки, ждем. Ждем событий. Ну, а теперь посмотрим, что у нас с отношениями. Здесь у нас выпала девятка мечей. Ну, как-то грустненько, девочки. Грустненько, грустненько. Что-то вас запечалит. Что-то вас, возможно, огорчит. Может, какие-то мысли появятся. Может, меланхолия навалится. Все может быть. Может, какое-то разочарование в партнерах. Что-то он сделает не так. Или не то скажет. Не обязательно, что это весь месяц будет. Нет, конечно. Может, вот какой-то день выдастся, и все в один день, как говорится, пройдет. Один день в месяц. Не задался. Не знаю, с чем эта ваша печалька может образоваться. Не знаю. Может, какие-то новости получите. Может, какие-то сплетни. Вот тут, видите, две вороны сидят. Что-то вам нашепчут. Посеют сомнения в вашем партнере. Или какие-то другие обстоятельства. Ну, самое главное, это все ваше внутреннее. Ваше внутреннее ощущение, переживания, сомнения. Карта не говорит о каких-то размолках. Не говорит о реальной какой-то ругачке, расставании, разрыве. Нет. Это просто ваше состояние. Но оно пройдет. Будет другое состояние. Что касается событий в личной жизни для свободных девочек. Тут у нас выпала Верховная Жрица. Вот вы знаете, что примечательно? Верховная Жрица. И рядом карта Оракула. Затмение магии. Похоже, что-то вы будете магичить. Либо изучать какие-то исторические науки. Может быть, даже практиковать магию будете. Ну, чтобы свою личную жизнь наладить. Чтобы встретить именно того мужчину, который вам нужен, который вам по судьбе. Может, обратитесь к какой-то гадалке. Может, обратитесь к какой-то ведьмочке. Чтоб она провела этот ритуал по привлечению мужчины. Все может быть. Тут идет поиск и получение информации. Нужной вам информации. Может, это поиск будет по интернету. А может, вы на курсы пойдете на какие-нибудь. Хотя сейчас курсов таких очень много. Как привлечь мужчину. Как влюбить в себя мужчину. Я имею ввиду, конечно, курсы онлайн. Если нет возможности физически ходить на курсы. И это может быть. Кроме каких-то магических дел. Ладно, давайте посмотрим, что уйдет. Что уйдет в мае месяце. Здесь выпала карта шут. Вот идет такое ощущение, что состоится какая-то встреча. Может, виртуальная встреча. С человеком. Как мужчиной. Может, даже и женщиной. Ну, с которым вам будет очень весело. Вы роскошно проведете это время. Много, возможно, будете смеяться. Много будет шуток в разговоре. И, возможно, эта встреча, этот разговор придаст вам какой-то новый импульс. Натолкнет вас на какую-то новую мысль. Может, это какой-то новый проект. Может быть, придет мысль типа, о, Эврика. А сделаю-ка я вот так. А пойду-ка я вот туда. А напишу-ка я тому-то письмо. А пообщаюсь ли-ка я вот с этим товарищем. Понимаете? Вполне возможно, что кто-то из вас сделает какой-то опрометчивый шаг. Опрометчивый поступок. Такой, знаете, на уровне безлаберности, что ли. Может, просто пошутите над кем-то. Разыграете кого-то. Вполне возможно. Ну, это вот такая разовая акция. Конечно, она вот будет и уйдет. Ну, если, конечно, появится у вас новая какая-то идея, девочки, то тут, конечно, шанса, что вы ее начнете воплощать в жизнь, очень маловато. Но, опять же, идея идеи рознь. Согласитесь. Вполне возможно, что потом вы к ней вернетесь. И начнете уже что-то, что-то раздумывать, что-то мастерить. Да, вполне возможно. Что придет? Здесь у нас выпала пятерка Пентаклий. Ну, понадобится чья-то помощь, девочки. Помощь. Может, это финансовая помощь. Вполне возможно. Вполне. Может, какая-то другая помощь. Может, кто-то вас попросит помочь в чем-то. Кстати, вполне может быть вот обращение за помощью, как я уже сказала, к какой-то гадалке. Или специалисту по магическим практикам. Или помощь дать какой-то совет, какую-то консультацию. Вполне возможно, что придется какое-то время ожидать, что помощь может прийти не сразу. И придется подождать. Либо понадобится какое-то время, чтобы найти того человека, который может вам помочь. И это тоже может быть. Ладушки. Теперь обратимся к совету. Оракула затмения. Как я уже сказала, здесь выпала у нас карта маг. Магия. Магия, девочки. Ну, оракул затмения, если говорить впрямую, советует вам заняться магией. Вот впрямую. Либо обратить внимание, не магичат ли на вас. Если у вас есть такие ощущения, что кто-то что-то делает на вас, то вполне возможно, что ваша интуиция дает знак. Или ваши дела как-то не так вдруг пошли. Хотя не должно было быть это. Тоже может вполне быть энергетическое, какое-то магическое на вас воздействие. Ну, по крайней мере, оракул затмения рекомендует обратить именно на эту тему ваше внимание, пристальное ваше внимание. Вот такой расклад получился, дорогие мои стрельцы, стрельчихи, мои любимые стрельчихи. Я на этом заканчиваю. Мне остается только пожелать вам здоровья. Обязательно. Пожелать вам разобраться в себе, понять себя, вытащить наружу все таланты, которые у вас есть. И использовать их. Не только вытащить, но и использовать их обязательно. Здоровья вам, любви, денег побольше. И будьте счастливы. И до встречи на моем канале. И до встречи на моем канале. Продолжение следует...